Приветствую вас, Алиса. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Смотрите. Вы пишете о том, что не понимаете, чем и кому можете быть полезным. Быть чем-то и кому-то полезной, не будучи чем-то и как-то полезной к себе самой, означает приносить себя в жертву, означает отделять себя. Отделять себя на самом деле всем. Вниманием, лаской, работой и прочим. Потому что подчиняете вы свою жизнь тому, что полезно другим людям. Ну, это крайне деструктивный путь, на мой взгляд, потому что нет в нем абсолютно ничего хорошего, нет в нем абсолютно ничего конструктивного, вы будете чувствовать только неудовлетворенность. Вот. это первое. Второе. Польза может быть прочувствована только вами. Только вами самой. ни кем другим. Ни кем другим польза прочувствована быть не может в принципе. Это очень важно понимать. Вот. вот. И из этого вытикает вопрос. Как вы ну или как я пришла к тому, что хочу быть чем-то и кому-то полезным. Вместо того, чтобы образно говоря быть полезным для себя. На это ведь тоже уходит очень много энергии. наоборот, чтобы стараться быть полезным для кого-то. Это тяжело. Ну, объективно это тяжело. Потому что столько людей, столько и представление о пользе. К сожалению. Дальше. Следующий момент. Вы пишите. Я не понимаю, чем хочу заниматься. А для того, чтобы как вот вы говорите понимать чем я хочу заниматься необходимо прочувствовать, что вам важно. Что вызывает живой интерес у вас. Чем вы готовы заниматься просто так. И здесь на мой взгляд очень кстати звучит ваша фраза о том, что у меня ничего не зажигает. Вот. То есть, у вас ничего не зажигает необходимо поисследовать, что это означает. Вам это не интересно изначально, то есть, это никак не откликается. Или откликается, но негативные определенные мысли подавляют ваш так сказать условный порыв. Если это так, если подавление происходит, то на мой взгляд нужно с этим разбираться. Ну и конечно, чет четкую систему ценностей. Что для вас вообще важно. Там будут какие-то привычные стереотипы, стереотипные истории, которые необходимо будет подкорректировать и обсеять. и так сказать отобрать только самое-самое такое необходимое, самое-самое важное для вас. Дальше. Ага. Что касается депрессивного состояния. Что депрессивное состояние необходимо диагностировать. если это депрессия у вас, если у вас есть подозрение на депрессию, обратиться нужно к врачу, для того, чтобы он вас продиагностировал, назначил соответствующие препараты. Если же болезни обнаружено не будет, то просто психотерапия. и что касается того, что вы хотите жить, ни в чем себе не отказывать. Но не получается. Здесь идет акцент на материальных ценностях. акцент на материальных ценностях всегда связан с попыткой как-то вот скомпенсировать, скупировать недостаток ценностей духовной. потому что ну сами подумайте. Вот вы живете сейчас. Вы обеспечиваете себя так, как вы можете. Если вы можете сделать что-то лучше, если вы можете сделать что-то выше уровня, если вам хочется это делать, спирать, делайте. И вы получите ровно что, чего вы заслуживаете, не больше, не меньше. Если вы не готовы, если вы не хотите, если вы не можете делать, 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 что-то еще, помимо того, что вы делаете, то это ваш выбор и его нужно принять. То есть по факту, говоря о том, что вы родители ничем себе не отказывать, вы говорите о задевании, о травмированности вас тем фактом, что вы себе что-то позволить не в состоянии. И это нужно поискредитировать и подкорректировать, чтобы не мешало. Значит, вы за свою деятельность будете подчинять деньгам. Ну, это сделает вас зависимой, к большому счету. И все. вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего жителя. желаю вам всего самого доброго и удачи.